шалом мы хотим продолжить наше изучение библейских заветов на предыдущих занятиях например в предыдущих сессиях мы с вами посмотрели божий завет с авраамом посмотрели также божий завет с евреями у горы сина сегодня я хотел чтобы мы посмотрели божий завет с давидом и хотя сама сцена заключения завета между господом и царем давидом она не упоминается в писании библия очень ясно и четко показывает нам что бог он заключил завет заведом вот такие слова мы находим сеги книги псалмов псалом 89 3 4 стихи я поставил завет с избранным моим клялся давиду рабу моему навек утвержу семя твое в рот и рот устроил престол твой здесь мы четко видим что бог говорит я поставил завет свой с давидом и божий завет с давидом он является также продолжением божьего завета с авраамом мы с вами увидели что бог обещал аврааму сына и он дал ему сына он дал ему ицхака бог впоследствии создал из семени авраама народ для себя народ израильский евреев и он ввел этот народ в землю обетованную под руководством иисуса навина божий завет с давидом предусматривает дать этому народу благочестивого царя но сами обетования о царе об этом благочестивом царе об этом благочестивом правители они опять же находятся имеют свои корни божьем обетование аврааму давайте обратимся опять книгу бытие 17 глава и прочитаем сами стихи 4 6 вот что господь говорит аврааму я вот завет мой с тобою ты будешь отцом множество народов и не будешь больше называться авраамом но будет тебе имя авраам ибо я сделаю тебя отцом множество народов и весьма весьма расположу тебя и произведу от тебя народы цари произойдут от тебя другими словами бог изначально говорил что авраам из тебя будут происходить цари следующее место которое хочу посмотреть с вами находится в книге бытие 35 главе 11 стих вот что здесь говорит господь и это те обетования которые он дает внуку авра авраама которого звали яков он говорит в 11 стихе 35 глава и сказал ему бог я бог всемогущий плодись и умножайся народ и множество народов будет от тебя и цари произойдут из весел твоих другими словами бог он продолжает эти обетования о благочестивом царе но не просто благочестивом царе он говорит о царях о множестве царей которую он он сделает че из потомков ия кого дальше в конце жизни яков он благословляет одного из своих сыновей иуду давайте послушаем следующие слова которые также находятся в книге бытие сорок девятой главе 10 стих не отойдет скипетр от иуды и законодатель от через силову доколе не придет примиритель и ему покорность народов что мы здесь видим скипетр он является символом царской власти и яков он пророчествует что однажды племя иуды она будет в позиции руководства над другими племенами он говорит более того однажды из потомков иудинах придет личность произведет никто который будет признан царем над народами уникальное обетование когда бог вел народ израильский в землю обетование он дал им свое слово слово которое он дал через своего слугу через своего раба через своего пророка моисея и это слово она также содержит определенные указания относительно будущих царей давайте с вами обратимся книги второго законе 17 глава и прочитаем стихи с 14 по 17 когда ты придешь в землю которую господь бог твой дает тебе и овладеющие и поселишься на ней и скажешь поставлю я над собой царя подобно прочим народам которые вокруг меня то поставь над собой царя которого изберет господь бог твой из среды братьев твоих поставь над над собой царя не можешь поставить над собой царем иноземца который не брать тебе другими словами бог говорит я знаю что когда вы придете в землю обетованную я знаю что вы захотите иметь лидера над собой во плоти и в крови я знаю это и я хочу чтобы вы знали что вами должен править человек который как вы еврей вы не должны ставить над собой царя представителя другой национальности он должен быть один из вас он продолжает 16 стих только чтобы он не умножал себе коней не возвращал народа в египет для умножения себе коней ибо господь сказал вам не возвращайтесь более путем этим и чтобы не умножался бежон дабы не развратила сердце его и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно другими словами он говорит когда этот царь будет избран вами я хочу чтобы задача этого царя было не обогащение себе лично я хочу чтобы он не обогащался лично чтобы не умножал коней чтобы у него не было много жен чтобы не искал наживы чтобы не стремился к золотую серебру другими словами чтобы он стал в этом позиции власти не для самого себя чтобы он использовал позицию власти для того чтобы служить народу давайте продолжим следующие стихи стих 18 но когда он сядет на престоле царства своего должен списать для себя список закона этого с книги находящийся у священников левитов и пусть он будет у него и пусть он читает его во все дни жизни свои дабы научался бояться господа бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановление свете что же бог говорит он говорит когда этот правитель он сядет на престоле он должен найти мое слово он должен найти мой закон и он должен сам лично стать учеником моего слова он должен проводить время в моем законе он должен изучать мои заповеди он должен изучать принципы которые я хочу чтобы и руководствовались в его правительстве над народом я хочу чтобы он понимал мое сердце я хочу чтобы он правил праведно и служил своему народу дальше 20 стих чтобы не надмевала сердце его предбратьями ему другими словами когда этот царь он будет изучать слово он поймет что он просто-напросто маленький царь он просто слуга божия и слуга народа потому что израиль это это божий народ у которого бог он царь говорит чтобы не на немало сердце его перед братьями ему чтобы не уклонялся он от закона не направо не налево дабы долгие годы пребыл на на царстве своем он и сыновья его посреди израиля бога я хочу чтобы эти правители которых я изберу которых изберет народ я хочу чтобы они правили честно правильно и справедливо и так как должен править царь написано в божьем слове как бог и говорил своем слове когда израильтяне зашли в землю обетованную по прошествии определенного времени они начали требовать себя царя в то время самуил служил в качестве судьи и пророка служение пророка самуила она очень уникальна в писании и народ обратился к нему с просьбой поставить царя над ними как и у прочих народов они указали самуила то что два его сына они не ходят путями самуила то есть они не следуют полноте за божьим призванием и и не служат народу и они говорят мы хотим чтобы ты поставил над нами царя давайте обратим внимание на 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 следующие слова которые скажут самуил этому народу но перед тем как ответить народу самуил обратился к господу в молитве и он он на самом деле сокрушился перед господом и господь увидел состояние пророка и он услышал о молитву и он сказал да если люди хотят избрать себе царя пусть они выбирают бог научал и научает израильский народ через выбор выбор который делают они выбор который делает как в конце концов каждый из нас и он говорит я хочу чтобы ты объявил им что царь которого они изберут себе он должен соответствовать моим стандартам он должен поступать так как хочу этого я давайте обратим внимание на те стихи которые есть нас библии первое царств 8 глава 7 и 9 стихи и сказал господь самуил послушай господа послушай голоса народа во всем что они говорят тебе ибо не тебя не отвергли но отвергли меня чтобы я не царствовал над ними как они поступали с того дня в который я вывел их из египта и до этого дня оставляли меня и служили иным богам так поступают они с тобой и так послушай голоса их только поставь представь им и объявим права царя который будет царствовать над ними другими словами господь говорит самуил да эти люди они попросили да да им царя в то же самое время объявим то 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 как будет вести себя этот царь давайте продолжим читать 10 стих пересказал самуил все слова господа народу просящего у него царя и сказала вот какие будут права царя который будет царствовать над вами сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим и сделает садниками своими и будут они бегать перед колесницами его и поставит их у себя тысячи начальниками и пятидесятниками и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское орудие и колесничный прибор его и дочерей ваших возьмет чтобы они составляли масти ворыли кушанье пекли хлебы и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим и апатси и от посевов ваших из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухом своим и слугам своим и рабов ваших и рабынь ваших и юношей ваших лучших и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела от мелкого скота вашего возьмет десятую часть и сами вы будете ему рабами и власти найти тогда царя вашего которого вы избрали себе и не будет господь отвечать вам тогда другими словами бог через пророка самуила он предупреждает народ о тех последствиях о последствиях выбора того царя которого они хотят и то что мы с вами видим этот царь поведение которого она полностью противостоит тому поведению которое описано о благочестивом царя в книге второзаконие 17 главы он не будет служить народу но народ будет служить ему он не будет заботиться о благе народа он будет заботиться о том чтобы просто иметь большую армию вы иметь большие поля на самом деле народ будет служить ему вместо того чтобы этот царь служил народу и не несмотря на большее предупреждение народ выбрал царя и бог дал им царя первого царя израильского которого звали саул но в то же самое время бог уже тогда начал поднимать другого царя царя как он назовет муж по сердцу моему давида я хотел чтобы в оставшееся время мы посмотрели те обетования которые бог дает царю давиду однажды когда уже давид воцарился на престоле он решил что пора построить также дом господу бог посылает к давиду своего пророка который говорит ему что давид это хорошая идея построить не дом но я никогда не повелевал этому но то что я увидел в твоем сердце ты по-настоящему хочешь чтобы мое присутствие было с моим народом и бог дает уникальное обетование давиду которые находятся на странице писания 2 царств 7 глава 12 16 стихи когда же исполнится дни твои и ты почтешь с отцами твоими почиешь с отцами твоим то я восстановлю после тебя семя твое которое произойдет из чресел твоих и упрочу царство его он построит дом имени моего и я утвержу престол царства его навеки я буду ему отцом и он будет не сыном если он согрешит я накажу его жезлом уже и ударами сынов человеческих но милости моей не отниму от него как я отнял у саула которого я отверг пред лицом твоим и будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим и престол твой устоит навеки я хочу чтобы мы рассмотрели немного более детально те обетования которые бог говорит давиду здесь он говорит я восставлю после тебя семя твое которое произойдет из чресел твоих другими словами бог говорит давид у тебя будет потомок он ему говорит я упрочу царство его другими словами твой потомок он также будет царем он будет править над израилем бог продолжает он говорит он построит дом имени моего другими словами бог говорит давид ты не будешь тем человеком который построит не храм твой потомок он построит не храм говорит я буду ему отцом и он будет не сыном другими словами у меня будет бог говорит уникальные взаимоотношения с твоим потомкам да бог говорит я буду относиться ему как отец относится к сынам он говорит я утвержу престол царство его навеки бог говорит что однажды этот потомок твой потомок он будет править вечно он говорит милости моей нет нему от него другими словами бог говорит давид от твоих потомков я никогда не заберу милость никогда не заберу милость он говорит будь непоколебим дом твой царство твое навеки престол твой устоит во веки то что бог говорит он говорит я обещаю сохранить твой род навсегда и твоя династия будет править вечно уникальное обетование и мы знаем что даже то что это слово завет оно не упоминается здесь да ну так как так как мы читали с вами бог однозначно заключил завет с давидом и некоторые из этих обетований мы знаем они исполнились в жизни потомка давида царя соломона да это был тот человек который построил храм господа но в то же самое время мы с вами видим что у бога были цели которые выходили даже за временные рамки царя соломона потому что он придет тот день когда потомок твой давид он будет царствовать вечно вечно и бог обещал это и он это сделал то что нас интересует мы должны увидеть что божий завет с давидом он безусловный другими словами бог пообещал сделать что то сам и вне зависимости от того будет давид послушен или нет бог продолжает продвигать свою линию спасения бог продолжает продвигать свой план и когда мы с вами обращаемся к писанию нового завета прямо с самого начала евангелие от луки мы читаем следующие слова евангелие от луки 3 глава 31 в 23 стих иисус ешуа начиная свое служение было лет 30 и был как думали сын иосиф сын или в 31 стих нафанов давидов до самого начала писаний нового завета мы видим что еще он пришел как потомок авраама и как потомок давида уникально то что мы с вами видим библия является цельной книгой мы не можем ее разделить она цельная книга мы не можем полноте понять новый завет если мы с вами не понимаем ветхого завета в то же самое время ветхий завет без нового завета незаконченная книга но когда мы с вами видим что ишуа мессия он является тем потомкам давида которого бог обещал евреям мы сразу все начинаем понимать и сегодняшние молитвы за за божье правление за возвращение ишуа землю обетованную они являются стратегически важными однажды израиль он в он он попросит у бога послать царя ишуа и бог пошлет им царя освободителя ишуа мессия который придет и установит свой престол и будет как сын давидов править не только над своим народом израильским над всей земле мы должны ходатайствовать сегодня чтобы бог ускорил этот день и пока этот день наступил чтобы все больше и больше нас все что больше и больше еврейских людей приходили к познанию своего еврейского миссии ишуа этого из этого семени аврааму это из этого наследника дома давидова спасибо велитро миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv